Сотрудники больницы вспоминают, раньше здесь приемного отделения, можно сказать, и не было. Пациентов принимали прямо в холле, за ширмой. Теперь здесь открыт кабинет для оказания неотложной помощи и шоковой терапии. Все это доступно и для маломобильных граждан. К сожалению, за время, когда до Олимпиады у нас были точечные ремонты в отделениях, там те профильные отделения, которые должны были оказывать травматологическую помощь во время Олимпиады. А теперь мы, глава города, нашел возможность сделать ремонт нашего приемного отделения, чтобы это лицо, в кавычках, как говорится, должно было быть достойным. Ремонт больницы начался в апреле, а уже в первых числах июня строители завершили работы. Кстати, деньги на ремонт удалось собрать с помощью местных депутатов и бизнесменов. Приехали в поликлинику, обратились за помощью и посмотрели, больница в каком состоянии находится. И решили просто помочь больнице сделать небольшой ремонт косметический. Была возможность использовать, использовали финансы, получается, в ремонт поликлиники. И, соответственно, призываю всех предпринимателей Осинского, Сочинского района, чтобы они также помогали поликлиникам, потому что я считаю, это просто необходимо. На этом шефство местных предпринимателей над больницей не заканчивается. Уже на днях сюда снова придут строители. На этот раз в палаты. Мы уже давным-давно приняли такое решение, что если даже не хватает денежных средств для ремонта, для оснащения оборудованием, то будем искать эти деньги в другом. Но найдем обязательно. Кстати, сама больница на время ремонта не прекращала свою работу, а пациенты с пониманием относились к временным неудобствам. Александра Борцова врачи обещают выписать уже совсем скоро. По признанию мужчины, ему еще не доводилось лечиться в таких хороших условиях. Врачи отличные. Врачи, весь персонал отличный. Могу прямо от всей души им благодарность объявить. Особенно заведующим. Так отнесся ко мне, сразу сделал две операции. Новый ремонт – это еще и стимул для повышения качества работы персонала больницы. Как признаются сами врачи, в таких условиях и им легче работается, и пациенты быстрее выздоравливают. Еще большим стимулом для врачей стало обещание Анатолия Пахомова выделить пять квартир сотрудникам больницы ко дню города. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.